Вчера ночью я к ней еще два куплета набыл. Не очень-то сладко зависеть весь век от кожаной плетки свистящей. Но вспомнит хозяин, что он человек, и косточку бросит послаще. Ты послаще. Ты знаешь, честно говоря, насчет плетки и цепи, это я выдумал. Ну, чтоб жалости не было. Нет, ты не думай. У нас с плеткой зря не машут. Но и цепь тоже редкий, редкий случай. Хорошо, хорошо. Вы только ничего не объясняйте, вы пойте. Я не из кошачьей породы под лис, и кормят меня не напрасно. Я сторож, я кур, охраняю от лис, и курам со мной безопасно. Безопасно. Тебе, Милок, не очень обидно? Сель-я-Ви. Не раз я трепал воровской рыжий мех, и плутом бывало не сладко. Высиживать яйца могли без помех, без стружки моих охватки. Бывал я отважен и неутомим, раскронывал буйно силенку. В грозу вовню гнался за лисом одним. Ему не забыть эту гонку. Вот видишь, и папа твоего вставил. А в конце у меня такое, что выть хочет са. А нынче мой хвост безутешно повис, и сам я печалью измаян. Ты, брат, постарел для охоты на лис, сказал в понедельник хозяин. Вот такие дела. Милок. Милок.